Добрый день, уважаемые любители баскетбола! И только что завершился матч между командами «Гомель» и «Сморгонь». И мы решили поговорить с Павлом Вериничем из команды «Гомель» в этот канал о том, как же прошел матч. Паша, добрый день! Здравствуйте! Пару слов по игре. Как ты считаешь, вот сегодняшний проигрыш, он был закономерный или просто что-то не сложилось? Сегодняшний проигрыш был, на мой взгляд, абсолютно незакономерный, потому что мы ехали только за победой, знали соперников, в принципе, рассчитывали, что выиграем. Уверен был, что нелегкая игра будет, но я не думал, что такой результат все-таки пройдет. Сейчас у нас такое положение в турнире «Таблица», что нам нужно выигрывать все, что осталось, а мы приехали и проиграли. Поэтому, ну, что не получилось, я думаю, все было видно по игре. Мы очень много промазали вообще в первой половине и, наверное, что-то нащупали свое только в четвертой четверти. Отсюда такой результат. А соперник успел уже улететь на минус 20, поэтому, как бы, вот так. Но в предыдущем матче ребята тоже из БГУ ПК тоже проигрывали на протяжении всего матча, да? Но в последней четверти им удалось отыграть больше 10 очков. Вот у вас была какая-нибудь стратегия на последнюю четверть? Да, конечно. Что-то пытались поменять свое имя? Конечно, это было видно, что мы поменяли, попытались сыграть в трессинг. Я бы сказал, что получилось, наверное, не хватило времени и не хватило, опять-таки, реализации своих бросков. Ну, из-за этого вот десятку мы свое отыграли, десятка осталась. В обоих командах были баскетболисты с майками под номером 13. Вообще, баскетбол и баскетболисты – это суеверные люди? Ну, в целом, я не знаю, могу сказать, за нашу команду у нас, наверное, нет. Таких ритуалов каких-нибудь специфических, которые каждый выполняет перед игрой, нет. А вообще, я слышал, что да, люди верят. Какие? Какие ты знаешь? Ой, ну какие, я знаю, кто-то там надевает обязательно какие-то счастливые шорты, я не знаю, должен в определенное время что-то покушать. Кто-то принимает душ перед игрой, вот это точно знаю, есть такие ребята. А ты перед игрой что-нибудь ешь? Банан, шоколадка, энергетик, кофе? Нет, 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 завтрак, и все, и я готов. И все, как бы. Да. Я поняла, ты готов всегда, да? Да. Бывало ли после поражения у тебя чувство, что баскетбол – это не твое? Ну, может быть, не сейчас, а вообще за твою карьеру. Ой, я давно уже просто играю в эту игру, и как бы в моем возрасте уже думать, мое, не мое. Ну, много выигрывали, много проигрывали, потом. Это опыт. Каждая победа и каждое поражение – это опыт. Если ты уже играешь в баскетбол, то без поражения никуда, нельзя все выигрывать. Ну, а вот в юношестве, в детстве ты так же спокойно относился к этому? Нет, ну, конечно, переживания были, особенно когда там юношеские соревнования какие-то, особенно первые, и ты выходишь, по-моему, первую игру, если ты ее проиграл, там, то, конечно, эмоции были такие очень негативные. Но закончить, прям подумать, что это не мое – нет, никогда не было. А как справлялся с волнением перед матчем и справляешься сейчас? Ой, это по-разному происходит. С опытом, конечно, его меньше. Естественно, когда ты только начинаешь, попадаешь на соревнования больше. Но волнение есть у всех, однозначно. Какой бы опытный спортсмен не был, когда он выходит на игру, если ты выходишь, у тебя нет волнения, ну, это что-то не то. То есть оно должно быть немножко. Какая у тебя есть любимая песня, которая помогает тебе до матча, либо после матча? Поделись своим плейлистом. Наверное, нет такого. Слушаю вообще абсолютно разную музыку и что-то конкретное. Я не слушаю музыку перед играми. Никогда не настраиваюсь так. Последние три песни в твоем плейлисте? Ой, я так не вспомню. У меня что-то играет из интернета, поэтому, ну, в разных стилях. Ну, грубо, любимое, что-нибудь или вообще. В разных стилях, вот. Разный плейлист под настроение. Бывает и панк, и рок, и хип-поп. То есть, ну, абсолютно по-разному. От рока до народных песен, да? Назови три приметы, как определить баскетболиста в толпе. Невозможно. Да ладно. Абсолютно. Ну, невозможно. Спортивная одежда, кроссовки там, не знаю, что-нибудь. Я не похож на баскетболистов в этих осложениях. Есть много высоких парней, как наш Артем, но которые никогда мяч в руках не держали. Поэтому в толпе сказать, что парень играет в баскетбол, нет. Ну, рюкзаки, может, определенные марки. Ну, да, может быть, да. Какая-то атрибутика именно баскетбольной кроссовки, какая-то атрибутика, там, с символикой Джордан, что-нибудь такое. Да, можно поэтому понять, что парень где-то вот во что-то играет. Ну, ладно, вы должны видеть друг друга издалека. Спасибо тебе большое. Удачи в следующих матчах. Пожалуйста.